Кальмары я уже почистила, теперь отправляю их в кипящую воду. Здесь у меня 500 грамм кальмаров. Отправляю в кипящую воду тушки, вот так. Воду обязательно подсаливаю и варю кальмары 2-3 минуты после закипания, не дольше. Ни для кого не секрет, что кальмары нужно варить либо совсем чуть-чуть, либо очень долго. Мне больше нравится первый вариант. Я в своих видео неоднократно рассказывала, как приготовить кальмары без варки, чтобы они получались нежными и очень вкусными, а также как легко и быстро их почистить. Это вы можете посмотреть в видео с рецептами салатов, в составе которых есть кальмары. Либо можете написать в комментариях, и если есть такая необходимость, мы снимем отдельный ролик. У меня кальмары варились 2,5 минуты. Спустя это время я откидываю их на дуршлаг и обдаю холодной водой, чтобы остановить процесс готовки. Кальмары охладили, обсушили и теперь разрезаю их следующим образом. Вот так вот, на полосочке. Либо удобным для вас способом. Отправляем в глубокий салатник. Прелесть этого рецепта в том, что ничему здесь пропитываться не нужно. Все порезали, смешали и готово. А салат получается невероятно нежный и вкусный. Далее берем яйца, заранее отваренные вкрутую, и покрошим их. Я покрошу их сразу же в салатник. Можно воспользоваться специальным приспособлением, либо порезать их на доске. Свежий огурец порежем кубиком. В принципе, вы можете и маринованный огурец добавить в салат, если хотите, чтобы вкус салата был более насыщенный и более яркий. Я еще добавлю в салат немного свежей зелени. У меня укроп и петрушка. Меленько порублю и отправлю к остальным продуктам. Еще один компонент, который придаст нежность нашему салату. Это плавленый сырок, который я заранее подмораживаю, чтобы он легче натирался. Я беру обычный плавленый сырок, без вкусовых добавок. Беру именно плавленый сырок, а не сырный продукт. Кстати, вместо плавленого сырка вы можете взять, например, копченый колбасный сыр. Будет тоже очень интересный вкус. Плавленый сырок натираю на мелкой терке. Вот так. Подмороженный сырок очень легко натирается и получается, знаете, такой воздушный. Салат слегка солим, перчим по вкусу и заправляем майонезом или сметаной, кому как нравится. Без фанатизма, так, чтобы соединить все продукты. И хорошо теперь все это перемешиваем. Я такой салат готовлю регулярно, поэтому могу смело вам рекомендовать. Очень нежный, очень вкусный. И, кстати, иногда еще добавляю зеленый лучок. Получается тоже вот так вот. Всем желаю приятного аппетита! Готовьте с удовольствием и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok